Осень. Время, когда буквально на каждом шагу можно встретить людей в оранжевых жилетах. Например, в одном из дворов на Минской коммунальщики убирают листву. Сгребают в одну кучу, после загружают машину. Процесс несложен. Итог. Чистые и ухоженные дворы. Но стоит сказать, дворники люди разного возраста и порой по независимым от них причинам не выходят на работу. Тогда жалобы поступают в ЖКХ и там на них реагируют. В 85-м доме на Минске специалисты выполняют подготовительные работы. Жилое здание ждет капитальный ремонт. Улучшат фасад, заменят сеть водоснабжения и кровлю. Это только малая часть большого списка. Замена окон, двери в местах общего пользования на пластиковые окна ПВХ. Ориентировочный срок выполнения работ это октябрь-ноябрь 2020 года. А вот на Луньково-1 апгрейд дома на финишной прямой. 24 октября работы завершатся. Здесь заделывают стыки, меняют окна, красят лоджии и балконы. Чтобы дом был не только красивым, но и безопасным, специалисты монтируют систему громотвода. То есть сверху вниз протягивают кабель, благодаря которому разряд молнии уходит в землю. Чисто внешним ремонтом дома, конечно, не ограничиваются. Внутри подъезда вменяют светильники, старые двери в подвальных помещениях уступают место новым. Все работы ведутся за счет городского бюджета. Замена инженерных сетей. Это стояки в квартирах, стояки, канализация отопления и вода. И те же самые работы выполняются в подвале указанного дома. Работы по улучшению качества жизни ведутся во многих районах города. На Рокоссовского, 42. Во всех четырех подъездах новые лифты. Для справки, поменять одну машину стоит почти 60 тысяч рублей. С 2016 по октябрь 20-го в Бобруське заменили 267 подъемников. До конца года еще плюс 72. Кроме самих кабин лифтов и всего оборудования по шахте, меняется полностью оборудование в машинных помещениях. Это станции, редукторы, канаты. На счете дела выполняется сам ремонт машинного помещения. Ну, заменяются двери, входы, люки. Умные подъемники отечественного производства «Могилев Лифт Маш». Срок службы – 35 лет. Рельефные кнопки для людей с плохим зрением, видеокамера, оружие против вандалов, фотошторы, чтобы двери не зажали человека. Еще одна важная деталь – машины меняются в домах любой формы собственности. Очень хороший лифт, да, освещение, камера. Может, надеемся, будет чисто. А быстро поменяли? Ну, в течение месяца в сроки уложились. А ты каталась уже в новом лифте? Да. Ну и как, тебе понравилось? Да, понравилось. А что тебе понравилось? Может, кнопочки красивые, не знаю, еще что-нибудь? Мне понравилось камеры, но там сетро. Коммунальные службы всегда на виду. Они убирают, красят, чистят. Да, работы еще много. И руководство сферы этого не отрицает, а наоборот, обращает особое внимание на качество жизни людей. Но и многое зависит от самих бобручан. От умения сохранить и приумножить то, что уже сделано. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.